Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Дорогие наши зрители и подписчики! Санкции докатились и до нашего канала. Монетизация отключена. Несколько лет наша команда выпускала для вас по 2-3 ролика в день в формате тележурнала. Теперь нам нужна ваша помощь. На экране вы видите номер карты Сбербанка, на которую вы можете сделать перевод. Кто сколько сможет. Из довоенных сведений и разведки о дорогах на территории СССР, которые были известны немцам до начала вторжения, следовало, что дороги будут весьма плохими и значительной части вермахта, особенно пехотным дивизиям, придется действовать в условиях распутицы. Кроме того, у немцев был опыт, полученный перед началом войны с СССР в Польше, поскольку дороги, подводящие границы, установленные в 1939 году, тоже были плохими. Переброску войск к советской границе осенью 40-го и весной 41-го года немцам тоже приходилось вести в условиях распутицы. Миф о том, что немецкому наступлению мешала грязь, был и остается весьма живучим и часто повторяется. Хотя даже общий обзор боевых действий показывает, что распутица не была препятствием для немецких войск. Им удалось совершить несколько наступательных операций осенью 41-го года. Наступление на Тихен в октябре-ноябре 41-го, наступление на Тулу в конце октября 41-го, несмотря на сильную грязь, отмеченную в журнале боевых действий группы армии «Центр», когда немецкие войска за неделю прошли 139 километров от Мценска до Тулы. Наступление на Калинин, когда немцы прошли 153 километра от Ржева до Торжка. И на Харьков и Донбасс в октябре 41-го, когда немцы прошли от Запорожья до Горловки – 284 километра. К началу 42-го года немецкие соединения уже накопили немалый опыт по борьбе с распутицей. И на его основе в приказах давались конкретные указания, что и как делать, чтобы раскисшие дороги не мешали боевым действиям. К наступлению этого сезона они готовились заблаговременно. Третья моторизованная дивизия немцев в феврале 42-го года оборонялась в районе Восточной Вязьме и участвовала в отражении советского наступления в ходе Ржевско-Вязьмской операции. Командование дивизии озаботилось проблемой грядущей распутицы еще в конце февраля 42-го года, ввиду того, что ухудшение состояния дорог следовало ожидать с 15 марта. 25 февраля 42-го года по дивизии был отдан приказ о мерах в период распутицы. В нем прямо говорится, что эти меры были разработаны на основе опыта осенней распутицы и расспросов местного населения. Они включали в себя очистку дорог от снега, очистку кюветов и водоотводных канав, сооружение бревенчатого настила на дороге в болотистых местах, подготовку при переходах ручьев, лодок и плотов, подготовку буксирных тросов, заготовку указателей и знаков, запрещающих въезд на дорогу грузовикам и тяжелым конным повозкам. Этот приказ отдавался на основе приказа командования 5-го армейского корпуса, выпущенного 23 февраля 42-го года. А приказ корпуса основывался на приказе по группе армии «Центр». Указания, поступившие из корпусного командования, сводились к следующим мерам. Запрет оставлять автомобили на дороге во избежание снежных заносов. Введение в силу на период распутицы на дорогах с односторонним движением блок системы. Запрет на движение в период распутицы транспорта весом более 12 тонн и шириной колеи более 2 метров. Ограничение предельной скорости в 25 км в час. Блок системы подразумевала ограниченный пропуск транспорта по дороге. Автомобили задерживались в определенном пункте, оборудованном стоянкой. Затем из них формировалась колонна, которая следовала через участок дороги. Колонны чередовались в направлении туда и обратно, в зависимости от потребностей в перевозках и срочности грузов. Колонны с ограниченным количеством грузовиков меньше разбивали дорогу. Появлялись промежутки в движении, когда дорогу можно было исправить. А также не возникало пробок и скоплений. Также корпусное командование распорядилось ввести на дорогах снабжения перевозки на легких грузовиках и конных повозках. Легкие конные повозки могли ездить везде, вплоть до передовых позиций. И для них предусматривались разного рода сани или волокуши для грязи, предназначенные для доставки небольших грузов. Легкие грузовики могли двигаться только по дорогам с твердым покрытием или по лежневке. Это все было принято к исполнению. 27 февраля 1942 года вышел приказ по 3-й моторизованной дивизии, в котором приказ корпуса доводился до подчиненных полков. На дорогах устанавливался порядок закрытия дороги для автотранспорта на 5-8 дней максимальной распутицы, а также закрытия дороги на полуденные часы в последующие дни. Другой пример немецких мер против распутицы – документы 466 полка 257 пехотной дивизии, составленные в момент, когда дивизия обороняла район вокруг Барвенкова. Приказ об указаниях на период распутицы был отдан 18 февраля 1942 года и на следующий день получен штабом полка. Незадолго до этого в ходе Барвенковско-Лазовской операции Юго-Западного и Южного фронтов в январе 1942 года образовался Барвенковский выступ. В конце января 1942 года советское наступление остановилось. Но бои продолжались вплоть до конца марта, когда началась распутица, задержавшая бои в этом районе до начала мая 1942 года. Вот как к этой распутице готовились в 257 пехотной дивизии. Приказ сразу предупреждал, что распутица будет более сильной из-за обильного выпадения снега в начале года. Такой, что многие районы и населенные пункты будут отрезаны на долгие недели от транспортного сообщения. Штаб дивизии предложил штабам подчиненных полков руководствоваться лозунгом «Помоги себе сам». Поняв, что распутица будет сильной и она будет препятствовать действиям противника, командование дивизии распорядилось заняться обороной имеющихся позиций. На разных свободных от талой воды возвышенностях сооружались укрепленные оборонительные пункты. К ним подводились дороги снабжения, по которым могли двигаться легкие конные повозки. С этих дорог убирался снег, а потом они укреплялись фаршинами из хвороста, жердевкой и другими подручными материалами. Если дорогу затапливало талами водами, то в распоряжении необходимо было иметь знаки и указатели объезда. Грузовики и автотранспорт до начала распутицы надо было перегнать в пункты с твердыми дорогами. Их дальнейшее использование предполагалось по особому приказу. Для того, чтобы батальоны и роты могли воевать и двигаться в период сильной распутицы, была дана рекомендация создать колонны вьючных животных, а также колонны носильщиков из местного населения или военнопленных. Для них рекомендовалось изготовлять волокуши и заплечные носилки. Для пеших носильщиков прокладывались тропы, тропы, наидосками, горбылем или жердями. Но даже эти методы не давали возможности перебрасывать большие объемы грузов туда, куда не вели хорошие твердые дороги. Для укрепленных пунктов командование дивизии пошло на то, чтобы ввести норму снабжения боеприпасами. К примеру, на карабин полагалось 99 патронов, на МГ-34 3450 патронов разных типов. В документе указывалось количество для каждого типа. На пистолет-пулемет 690 патронов, на 37-мм противотанковую пушку 250 и так далее. Продовольственное снабжение осуществлялось за счет забоя скота в укрепленных пунктах и выпечки хлеба из завозимой муки. В общем, максимальная экономия работы транспорта в период сильной распутицы. Немецкий способ преодоления распутицы, если суммировать все описанные выше методы, состоял из двух частей. Первое. Максимально быстро высушить дорогу. Для этого с нее надо убрать снег, поскольку тающий снег сильно промочит дорогу. Далее. Уже в период таяния снега требуется углублять кветы и рыть водоотводные канавы, чтобы вода как можно быстрее стекала с дорожного полотна. Если эти меры выполнены, то движение закрывается примерно на неделю или около того. Второе. Максимальная экономия работы транспорта и ограничение движения автомобилей по раскисшим дорогам. В распутицу предпочтение отдается легкому транспорту. Как автомобильному, так и гужевому. Легкий транспорт меньше разрушающей дороги позволяет поддерживать перевозки даже в пик распутицы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова